Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале. Также Radio NVC. С вами в студии Анатолий Червец. Добрый день. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста. Слушаем вас. Добрый день, Сережа. Очень рад, что я первый попал. Так говоря, дело в том, что, Сережа, мне непонятно, вот по почте посылают. Значит, там на 15 или 20 местах, где должен быть, помимо президента, еще в джачу, еще выбирать в местной власти, это все должны заполнять и отсылать. Теперь, как передают, что якобы 350 тысяч имейл плюс мертвые души пришли туда, которые надо выкинуть. Значит, от 41 штата были брошены вот эти мертвые души. Так что это термопаривающие ко всему классбищенские воры. Они оборудят покойников и посылают. Ну, это безответственно, никого отвечать не может. Теперь эти все нерегалы, этих порядка 10 миллионов, все люди, которые сейчас имеют грин-карт, не имеют тут Ситузен, их тоже, они тоже могут голосовать. Ну, хоть какое-то, это самое способство, их уничтожить, как? Причем наши республиканцы тоже стали посылать по почте. Они же не понимают, что это все придет, они же выбросят их. Они же открывают, так я понимаю, открывают эти вещи, которые им подшислали. И проверяют, республиканец выкинут, скажут, что не пришло. Но это же ужас. Как нам быть лучше всего, мой совет всем слушателям, которые слушают русское, русскоговорящие, идите и голосуйте, никакой почты, ничего не посылайте. Это самый лучший вариант, хоть как-то помочь Трампу и помочь нашей стране. Спасибо большое. Абсолютная правда. Вот это называется крик из глубины души. И действительно, ну, собственно, с этой целью демократы и затеяли голосование по почте. С тем, чтобы расширить свои возможности по фальсификации, поскольку ни для кого не секрет, и для самих демократов не секрет в первую очередь, что они эти выборы честным путем выиграть не могут. Это понимают политики, которые сидят в Вашингтоне. Это понимают избиратели демократы, которые живут в Иллинойсе. Что популярность Трампа высока, и что удивительно, она особенно высока среди так называемых национальных меньшинств, которые составляли базу избирателей демократов. Ну, а поскольку популярность Трампа выросла среди афроамериканцев и среди испаноязычных, ну, предпринимаются отчаянные попытки каким-то образом сфальсифицировать или затянуть, и потом, ну, в общем, каким-то образом не допустить президента Трампа до второго срока, поскольку законных путей не существует, используют всяческие незаконные пути. И, мало того, сегодня вот Пелоси с конгрессменом Пискиным, простите, как... Раскиным. Сори. С конгрессменом Раскиным. Это типа Сианис Пердюк. То есть, простите, Сианис Пердюк. Сианис Пердюк. Ну, в общем, придумали еще одно дело. В Конституции четко прописано, когда, ну, есть мэмэндмент или... Нет, это статья. Поправка 25-я поправка, да. Поправка Конституции, что президент, и в случае невозможности исполнять своих обязанностей, там власть передается вице-президенту. Так вот, они сегодня объявили о том, что конгрессмен Пис... Ну да, он и есть. Раскин, простите, значит, большой знаток Конституции, уж как только она вступила в вступительном слове, его не хвалила. И он самый-самый большой знаток Конституции. У меня только, мы с тобой говорили, я не понимаю одно, если он такой самый большой знаток Конституции, почему на номинацию Верховного Судя был выдвинут Гарланд, а не он? А не Пискин. Если он такой прямо, да, вот. Ну, в общем, они теперь намерены создать комиссию законодательно, наплевать на Конституцию, вот законодательно создадим комиссию, и эта комиссия, опять же, они говорят, ученые, ученые будут решать, определять ученые, будут определять, способен президент, то есть, какая-то кучка людей будет определять, способен ли президент исполнять свои обязанности. А меня интересует другое, а будет ли та же комиссия определять, способен ли номинант на пост президента, даже стать президентом по состоянию своего здоровья. Почему? Потому что, я так думаю, что этот, как его, Байден, он бы даже не прошел эту комиссию. Вот что самое интересное. Поэтому, надо быть, ты понимаешь, они себя продолжают стрелять сами себе в ногу. У меня, вот то, что ты сказал, мне, честно говоря, когда я слушал всю эту бодягу, я думал, для кого они это готовят, для Трампа или для Байдена? Ты, вот, это, ты понимаешь, но ты мне скажи, в свое время Рид убрал вот этот филобастер, да? Они до сих пор, прошу прощения, харькают кровью, потому что тогда он решил его убрать. Так? Дальше. Сейчас они создают эту комиссию. А эта комиссия, действительно, кому она нужна? Уже существует поправка в Конституции. Если президент не в состоянии править стороной, он складывает в себя полномочия и передает их вице-президенту. Зачем нужна комиссия? То есть, дайте мне справку о том, что мне нужна справка, о том, что вам нужна справка. Покойный Райкин. Покойный Райкин об этом говорил. Ты понимаешь? Ну, причем они говорят, что мы создадим справедливую комиссию. Ну, да. Восемь врачей-демократов и восемь республиканцев. А ты мне скажешь, что значит врач-демократ? То есть, если республиканец попадает на стол к хирургу-демократу, то он его зарежет. Ну, смех. Я думаю, что вообще пришло время создать комиссию о ментальной способности Нэнси Пелоси выполнять свои обязанности. Это да. По-моему, люди просто так, со стороны, допустим, которые не являются политикой Джанки, вдруг вы ее видели, вы ее слышали, вы мимику ее наблюдали. Это человек, третье лицо в стране. Это человек, первое лицо в Нижней Палате, она руководит почти пятьюстами конгрессменов, и вымен, как говорится. 530, да, 435 человек в Конгрессе. Мало того, это она расписывает все наши денежки, которые из нас собирает федеральное правительство. Это она расписывает посты внутри, то есть по комитетам. Она расписывает должности председателей комитетов и так далее и тому подобное. Кстати, ты заметил, председатель комитета по финансам почему-то вообще перестала показывать свою страшную эту морду. Ты имеешь в виду, ну да. Вотер. Да, вотер. Максим Вотер. Куда она делась вдруг? Не знаю. Она председатель комитета по финансам. Сейчас идут разговоры, то есть споры идут про вот эти стимулы, вот это, деньги, 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 деньги. Где Максим Вотерс? Хороший вопрос. А я плохих не задаю. Слушай, а действительно ее давно? Я как-то, так сказать, понимаешь, ее не видишь, не видишь, как бы слава богу. Слава богу, да, да. На Чапайлыха, на Хайфхайту, на Тыха. Да, ну действительно что-то же, так сказать, ее держат от публичных выступлений. Ты понимаешь? Может уже ее это? Может, она не прошла комиссию? Может, она уже все уже, я не знаю. Ну, я тебе скажу, по Шекспиру Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. То есть, она выступила тогда, взбунтовала всю эту шваль на всякие восстания и так далее. И все, она больше никому не нужна. Почему? Абсолютно бесполезный человек. Я считаю, в Конгрессе... С таким же интеллектом, как у Нэнси Пилос. Абсолютно. Я думаю, что еще хуже. Два человека, которых я... Две женщины, которых я не то, что не уважаю, а которых я фактически презираю, скажем так. Это Максим Уотерс и это Мейзи Херона. Херона, да. То есть, это вообще... Ну, Мейзи Херона, это вообще какое-то запредельное. Он сидит в Сенате. Сенатор. 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 Одна из двух от штата. И вот такие вещи говорить, типа, white man should just shut up. Ты себе представляешь, если бы я сказал, что черные женщины должны заткнуться. Ты представляешь, где бы это уже было? Да. Ну, заткнуться они всем нам пытаются заткнуть рот. Да. Вице-президент, который рвется в Белый дом, президенту Соединенных Штатов говорит, заткнись, мужик. Да. Да, заткнись. Шарап, наверное. Значит, соцсети нас беспощадно затыкают. Свобода слова существует только для этих, для леворадикального отребия и примкнувших к ним. Не все демократы леворадикальной отребия, но, к сожалению, демократической партией рулит имя именно леворадикальной отребия. Переверни по-другому. Не все демократы леворадикальной отребия, но все леворадикальные отребия демократы. Согласен. Такая форма вполне соответствует действительности. Абсолютно. Ну, давай примем звонки. Давай попробуем. Добрый день. Слушаем. Алло, здравствуйте. Алло, Толя, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Это Евгений. Да, Женька. Я вот благодаря Леву определил, вот он рассказал о том, как идет, как относятся люди к Трампу. Как они покупают всякие знаки, внимание, как они подписываются на все эти, подписываются на Твиттер, на то, в 10 раз больше, в 8 раз больше, чем в Айду. Да. И после этого Пелоси выступает и говорит, что надо применить 25-ю поправку. Это говорит о чем? Что они имеют реальные цифры. Они видят, что они в задней, если я извиняюсь за другого слова, в глубине. Конечно. И поэтому они идут на все. Она раскрывает карты раньше времени. И слава Богу, что есть эти люди, вот такие, как она, дуры. Наверное. Я вам желаю хорошего видения. Логично. Спасибо большое. Спасибо большое. Тебе тоже взаимное. Спасибо. Ну, на самом деле, мы сегодня с Анатолием на эту тему говорили предварительно, и он абсолютно прав, что вот эта бредовая идея, которая, на самом деле, никому не нужна, и она никуда не пойдет. Ну, в том составе Сената и в Белом доме президент, я не думаю, что они такие же идиоты, как Нэнси Пелоси и конгрессмен Пискин, и этот законопроект никуда не пройдет. Но для чего-то же они его делают, для чего-то же они вышли на трибуну, на всю страну, заявляют об этом, мало того, накануне на Нэнси Пелоси, приходите завтра. Завтра, да. Приходите завтра. Вы любите вчерашний бочк, да, приходите завтра. Приходите завтра, мы будем говорить о 25-й поправке. Вот сейчас на эту тему я попрошу Анатолий ответить, но сначала примем звонок. Добрый день. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Это Евгений. Да, Жень. Вы знаете, я хотел бы поддержать вашу мысль, что там насчет Пелоси и тех остальных сумасшедших crazy women, которые сидят в парламенте. Основная проблема в том, что это вытекает из неограниченности сроков пребывания в том же самом Конгрессе и в Сенате. А другая проблема, а кто же будет, собственно, и устанавливать эти сроки, как не сами законодатели? Ну да. Не будут сами себя, как говорится, ограничивать. Да, да, абсолютно. Получается, качество не то. Да. Да, а еще такой момент, что насчет вообще всей идеологии демпартии и их поведения, это можно сформулировать одним слоганом. Low for the, not for me. Да. Абсолютно. Закон для вас, не для нас. Да, они живут в своем, как говорится, по своим правилам, установленными сами собой, а мы все должны подчиняться другой парадигме отношений. Ну, на самом деле, для нас это не ново, вы помните, мы жили в социалистическом рае, где для элит были совершенно другой мир. Они для себя построили коммунизм, у них эти были спецраспределители, спецбольницы, спецсанатории. То же самое и здесь получается. Конечно. Да, да. У них всякие чековые магазины, вот эти магазины типа, это, как, жемчужина, там, где можно было... Ну, это понятно. А у них вообще в распределителях просто, так сказать, байки. Да, да. У нас, в принципе, все есть. И обратите внимание, что они нам пытаются навязать вот такую самую справедливую в мире идеологию, но для себя, любимых, делают прекрасные исключения. Женщина, ты понимаешь, они не делают никаких исключений, в том-то и дело. Они просто всех загоняют вот в этот один загон, им не нужно для себя делать исключения. То есть, формула элементарная. Мы – это стадо, а они – это пастухи. Все. Да, 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 вот о чем я вчера и говорил. Поэтому им не нужно делать никаких для себя исключений. Они просто себя назначили руководителями. Мы элита, мы элита, а вы все остальные быдло. И вот эта информация, которая сегодня к нам поступает из всех, как говорится, утюгов и тостеров, вот эта информация, именно то, что они считают, что мы заслуживаем. То есть, мы абсолютно безмозглые, не понимающие ничего, не соображающие быдло. Мы, прошу прощения, схаваем все то, что нам сливают все те помои, которые нам на голову выливают. А вот они абсолютно знают, что, куда, зачем и почему. Вот и все. Поэтому они меняют свою точку зрения на любую проблему. Каждый божий день на 180 градусов. Считая нас абсолютными импецилами. Да. Спасибо. К сожалению. Спасибо. Ну, все равные, но есть ровнее, как писал Джордж Поро. Вот по этим, примерно, канонам политики и живут. Знаешь, вот мы задаемся вопросами. Неужели люди не понимают, что вот эта вся ерунда, она же на нас потом упадет, тонны кирпичей и так далее. Да люди это понимают. И руководители это понимают. Но руководители, те же миллионеры, те же миллиардеры, которые борются за демократию, в кавычках, они прекрасно понимают, что их это не коснется. А все, что делается там внизу, их это не интересует, никогда не интересовало. Поэтому, чего им волноваться? В связи с этим я вспоминаю выступление, ранние выступления Покахонтас и Крэзи Берни, который все время орал «миллионер», «биллионер». Да, да, да. А теперь слово «миллионер» у Покахонтас уже не употребляется, так же, как у Берни Сандерса. Слово «миллионер» они больше не произносят. Они теперь воюют только с миллиардерами, потому что сами и та, и этот, стали миллионерами, будучи служителями народа. Стали мультимиллионерами. Что Покахонтас, что Берни Сандерс стали миллионерами, теперь когда они, так сказать, провозглашают священный бой исключительно миллиардерам. Да, ну ты знаешь, вот что я не могу, вот я постоянно честно об этом думаю. Смотри, что получается. Есть так называемые сильные мира сего. Действительно, сильные мира сего. И это не Берни Сандерс, и это не Элизабет Уоррен, это не Камала Харрис, и это даже не Байден. Есть люди, как говорится, постарше, которые вот этих же, которые сегодня прямо рвутся из трусов, чтобы им угодить, вот эти же, на них же будут сверху, прошу прощения, испражняться так, как сегодня испражняется на нас вот этот средний уровень. Ведь кто, фактически, кто такая Покахонтас? Никто. Кто такой Байден? Как говорится, мелкая сошка, как это говорили, во времена Аллы Пугачевой, да, мелкий политический деятель во времена Аллы Пугачевой. Он никто, он вообще никто. С ним никогда никто не считался. Его поставили, этот, слава богу, как его, Обама его отряхнул от Нафталина и поставил его в первый ряд. Зачем? Ну, потому что он вот такой мягкий, спокойный. Даже, даже, даже женщина, которую он избрал к себе в вице-президента во время дебатов, я не знаю, обратил ты внимание на это или нет, но мне это как-то так бросило в глаза. Она, когда про него говорила, она его называла не иначе, как Джо. 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 Вроде, Джо, это фрикен Джо. Не мистер Вайпс Президент. Да, нет, Джо. Джо, то есть, такой Бобик, Тузик. Даже в ее глазах Байден, это Тузик. Ну, он же, ну, ты понимаешь, вот в тот момент, когда люди поймут, что Джо, это никто, и он никогда им не был, и он никогда им не будет, он должен молиться на этого Обаму, потому что тот ему дал возможность заработать для семьи определенную. Миллионы и миллионы и миллионы и миллионы денег. Да, но кроме этого, как говорит, меня, как Барак поставил поднимать экономику страны. Слышишь, ты, какое твое житие по смердячий? Тебя поставить поднимать экономику страны? Я вспомнил, когда он, тоже говорю про Барака, а меня, мой босс, забыл, как зовут Барака. Ты понимаешь? Хорошая компания. Добрый день, вы в эфире. А вот, добрый день, ребята. Добрый день. Сегодня смотрела ABC, вот эта, вот, противного тваря, грек этот, как его? Попандополос. Попандополос все равно. Степанополос, но все равно Попандополос. Да, все равно Попандополос. Как вы считаете, ваше мнение хотел узнать, по поводу того, что они начали, арестовали там 13 человек. А, по поводу этого заговора? Дурочки попались. Губить губернатора. Да ладно, губить. Как вы считаете, это не камушек в сторону страны? Это не камушек, это шесть идиотов, которые наняли еще, то есть подписали еще таких же шесть идиотов, которые вдруг возомнили себя большими политическими деятелями, типа вот как, ну, даже не декабристы, а февралисты, да, вот первая февральская революция. Вот они решили взорвать царя и устроить переворот. Ну, куда? Сидит такая полиция, сидят такие ФБР. Мало этого, сидят у себя на бэкьярдах, стреляют, упражняются в стрельбе. Соседи идут в полицию, говорят, ребята, там у них что-то происходит, может, вы проверите. Ну, объясни мне. И кто, и что, никого не собирались красть. Это даже не... Спасибо за ваш звонок. Ну, на самом деле, она не применила обвинить в этом Трампа. И не только она. Ну, фрау Витмар. Да. Фрау. Фрау, да. Вообще такая гестаповка. Портагеносы. Вот такая гестаповка, яркая, сильная, мощная, такая совершенно железная. Она такая... Портагеносы. В общем, ребят, вот это вот все, это абсолютно не в сторону Трампа. Не поймите, это превратно. Просто кучка дебилов, которые не смогли организовать даже секретность своих встреч. О чем мы уже говорим, какие там заговоры. Так что... Так что сейчас мы послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и обязательно-обязательно продолжим. Продолжим наше общение. Да. Продолжаем нашу программу, как я обещал, принять звонки. Принимаем. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Вот до революции у моего деда, у которого было шесть детей, было два дома в нашем городе. И вот наступилась революция, и в девятнадцатом году его дом отобрали. Один из его домов отобрали. И после этого там как бы коммунальное хозяйство, вот это Жековское, там чуть ли не десять семей в одном доме моего деда поместили. И мой отец все время приводил меня, говорю, вот здесь была наша кухня, вот, ну, как-то бы экскурсию проводил со мной иногда, когда мы проходили мимо этого дома. А вот я почему это говорю, вот, я слышал о том, что в Портунде тоже решили конфисковать имущество среднего класса и поместить туда нелегалов и бездомных. Вы можете что-нибудь сказать об этом? Я таких деталей не знаю, я про это сказать не могу, но вот то, что там за должность мэра лидируют дамы, которая по идеологии и внешне очень напоминает известную в русскоязычной общине Элла Зибицкер, а просто копию, мало того, она позировала для фото в юбке, на которой были портреты Мао Цзэдуна, Че Гевара, Сталин, в общем, всех тиранов. И вот эта дамочка лидирует в гонке за кресло мэра Портланда. Или там столько идиотов живет. Ладно, ладно уже эти наряды, черт с ним. Она там, эти символы, это ее символика, черт с ним. Но она открыто признала себя частью Антифы. Совершенно верно. Совершенно верно. Это, ты понимаешь, если она выступила и сказала, что вот многие говорят, что Антифа это не организация, Антифа это то-то-то, а вот я являюсь частью вот этой Антифы. И это человек, который борется за пост мэра и который лидирует в гонке. Абсолютно. Вот и все. Вот это и, так сказать, настораживает. Что же за люди живут в этом славном городе Портланде? Я не знаю, я бы хотел... Ты абсолютно прав. Она не скрывает своих идеологических взглядов. Абсолютно. Это такой махровый лифтизм. Просто дальше уже некуда. Это радикализм. Это лифтизм. Это если бы она сказала, ну ладно, ребята, давайте жить дружно. Ну Антифу, ну мы их попросим, чтобы они перестали этот чистый радикализм. И она лидирует. Да. Так что вот то, о чем говорил наш радиослушатель Николай, возможно, это и будет ее программой, если она победит. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У вас был разговор один раз, почему ФБА замешано в аресте этих террористов. Так. Понедельник или вторник, как-то так, правильно? Да. Окей. При Рейгане еще был закон принят. В этом законе было сказано, что где бы это ни было, если подстрадали американские граждане, ФБА может быть замешано, даже если это за границей. Но в основном это было потому, что, скажем, самолеты или, помните, был пароход, какой-то там... Да, Акиллис Лора. Акиллис Лора. А? Акиллис Лора. Да, да, да. Вот это. Значит, поскольку все... И дополнительно, они еще тогда было, когда обжировали эти бараки наших солдат. Так вот, был закон, и тогда в этом законе было решено ФБА вмешиваться куда-то, где-то, если что-то произошло с американскими гражданами. Но они их, естественно, не могут так притащить. Значит, ищут выходы. Был случай, по-моему, ФБА, где-то там, там, значит, одного, который участвовал, помните, был самолет, они его таскали туда-сюда, никто не принимал. Да. Они там убили американского водолаза. Да, 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 да. Какого-то года там. Окей. На границе, и за границей, я имею в виду, и ФБА не могли его попросить выдать. Им бы не дали его. Ну да. Поэтому они сделали так. И в то же время Обама в свое время убила, ну, его руководство, убили Уссану Бен Ладина, значит, тоже под этим как-то, соусом. Я не знаю. Не, ну вы что-то свалили... Это могут быть какие-то детали, но... Окей. Окей, все. Спасибо. Спасибо. Вы свалили как-то все в одну кучу, Асаму Бен Ладина, там действовали Navy Seals, это была военная операция, которая была создана специально по уничтожению Асамы, здесь никакого ФБА не было, не знаю. Я проверю это. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз послушал отношения к закону, я не знал, есть ли или нет, но, возможно, есть. Просто, знаете, произошло несколько событий в Белоруссии, расставали мужа работника Крыльевского посольства, потом убили работницу Крыльевского посольства в Киеве. Ну, так бы, да, занимались бы нормальными делами, тем более это работники посольства, а не заниматься непонятно чем, чем она сейчас занимается, чисто политикой. Окей. А теперь... Если на самом деле есть этот закон. Ну, понятно. Хорошо, да. Спасибо, добрый день, пожалуйста, в эфир. Добрый день. Добрый. Ваш эфир просто желтый. Остается предвыборной борьбы меньше месяца. Я еще раз обращаюсь к вам с таким предложением. Не хотите ли пересмотреть экспертуар своих передач в пользу предвыборной борьбы за нашего Трампа, за республиканцев, за существование вашей радиостанции? Спасибо большое. Спасибо за ваше предложение. Понимаю ваше беспокойство и боль. Но давайте, так сказать, не делать ставку исключительно на наш эфир. Давайте-ка мы все что-то, каждый из вас, каждый из нас, кто-то что-то сделал для того, чтобы, так сказать, в направлении сохранения нашей страны. Потому что на самом деле эти выборы, они решают судьбу страны. Поэтому вот задайте, пусть каждый задаст себе вопрос, а что я сделал для того, чтобы сохранить эту страну? Я предлагаю, я уже говорил, если есть люди, которые готовы оказать волонтерскую помощь в разных вариантах. Вот скажем, мы будем в Куккаунте, уже началось раннее голосование, уже в кортхаусе можно поехать проголосовать. Активисты фонда American Immigration Education Fund готовы и будут это делать. Если кто-то из вас еще имеет такую возможность, помочь пожилым людям поехать проголосовать. Не с тем, чтобы они не рассчитывали на то, что их голос будет услышан, если они отправят по почте бюллетень. А то они хотят персонально поехать на избирательный участок и проголосовать. Вот давайте в этом поможем, потому что это то, что можно реально сделать. Потом вот вы слышали объявление 11 числа, в воскресенье, в ближайшее будет встреча с кандидатами от республиканской партии. Придите, задайте вопросы, пообщайтесь, поддержите морально. Это тоже ваш вклад. Так что, даже если мы будем 24 часа в сутки сидеть с Анатолием и говорить о предстоящих выборах, а народ будет кивать головами и соглашаться и сопереживать, но при этом останется... Не отрывать пятую точку от дивана. Конечно, боюсь, что проку будет мало в этом. Самая страшная, скажем так, мысль, которую человек может сегодня вбить себе в голову, это, а, ладно, без меня разберутся. Вот это действительно самая страшная мысль. Почему? Потому что без вас-то они, конечно, разберутся. Вопрос, понравится ли вам это или нет. Поэтому, чтобы дать себе какой-то шанс все-таки поучаствовать в принятии решения, нужно просто пойти проголосовать. Все. От вас даже не требуют каких-то физических усилий, там, флаги носить или транспаранты. Нет, пойдите, проголосуйте. Хотя вот у меня стоят еще ярдсайны, и я предлагал бесплатные, мы заплатили за них деньги. И я не знаю, как-то не особо, мало того, тут еще нашелся человек-волонтер, который принес сайны, сделали сайны. Пожалуйста, ну, особого рвения я не заметил со стороны наших радиослушателей, которые переживали. Они останутся на третий четырехлетний срок Трампа. Понятно. Так что, друзья мои, еще раз говорю, от того, что мы будем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю говорить о предстоящих выборах, а никто из вас лично ничего не сделает для того, чтобы сохранить эту страну, мало что изменится. От разговоров мало что изменится. Добрый день. Вы знаете, я хочу сказать, что если не выберут Трампа, это будет трагедия не только для Америки, для Израиля, для всего мира. Потому что тому правительству, что будет миром править, не нужны будут особенно много людей, а главное старики. Медикер для всех, значит старики в конце. Хватит на них? Хватит. Нет, так бог с ними. Чего их кормить и лечить? Они уже свое отработали. Ну а насчет того, что делать для помощи, ну голосованию, мы начали голосовать в 96-м году, и с тех пор каждый раз на все выборы возим своих соседей по 2-3 человека обязательно. И это правильно, это здорово. Это здорово. Вот это вы молодцы. И это действительно что-то... Спасибо вам. Дай бог, чтобы все было так, как мы хотим. Дай бог, а вам, дай бог, здоровья. И это правильно? Да? Да, да. Возвращаясь, сейчас вот напомнили мне в соцсетях, возвращаясь к дебатам между вице-президентом Пенсом и сенатором Камалой Хэррис. Одним из ярких моментов было гатча, когда она якобы привела цитату Эбби Линкольна о том, что он не стал номинировать за 27 дней до выборов судью в Верховный суд, и уже такая довольная, ваша тишина повисла в воздухе. Гатча. Оказывается, а-а-а. Не так быстро. Натсов фест. Не, ну, так сказать, поклонники демократов, демократические избиратели, они просто все расплылись в улыбке, растаяли от удовольствия, празднуют победу. До сих пор еще празднуют победу. Они-то счастливы. Ну, как же у нас вот такая, как она его в лужу посадила, а, посмотри, как она им дала. Вашингтон-Пост. А проверка? Что это не совсем так? Причем это не Нью-Йорк-Пост, это Вашингтон-Пост. Вашингтон-Пост. Факт-чекс? Да. Оказывается, это не совсем так. Ну, ты знаешь, Сережа, я тебе скажу, я удивляюсь, я специально вот слушаю, слушаю, слушаю насчет этих дебатов. Я удивляюсь, что никто почему-то не заметил одну, ну, скажем так, ужасную вещь. Те, которые дослушали дебаты до конца, самый-самый-самый последний вопрос был якобы поступивший от девочки школьницы, 13-летней, которая с ужасом написала, что она переживает, потому что как могут люди между собой ужиться, когда верхушки друг другу там волосы берут на голове и так далее. И вот тут вот в чем суть. И вот была разница принципиальная между ответами Пенса. Ты абсолютно прав. Я слышал этот вопрос, и я слышал их ответ. Ты заметил, да? Благородный ответ, говорящий не политика, а человека. И это, прости господи, опять начала свою песню, опять... Мы деремся за ваше будущее. Мы там кто... Понимаешь, вот в этом вся суть и разница между двумя идеологиями. Абсолютно. Ты абсолютно прав. Никто, понимаешь, как там... Я не знаю, почему никто об этом не в новостях. Они разбирают каждое слово, разбирают на слога. А сколько внимания уделили мухе? А мухе? Ну... Все, это самое главное. Все, что либералы вынесли из этих дебатов, это муха. Да. Все, больше ничего. А с другой стороны, я тебе скажу, либералам действительно самое эксайдинг была муха, потому что слушать ее было невозможно. Просто невозможно. Нужно отдать ей должное. Обычно же она ржет просто без удерживания. Она... Просто постоянно ржет. А тут она себя, очевидно, сдерживала. Как сдерживала, Сережа? Ты видела это выражение на лице? Мимика. Если бы еще чуть-чуть, у нее бы хрустнули вот эти вот челюстные кости. Но она в голос не ржала, как она это делает обычно. Ну, да. При любой встрече, митинг, крали, она ржет в голос. Слушать было просто нечего. Все вот это вот... И опять же, опять же, вот тебе, смотри. Вот тебе Крис Уоллес. Вот тебе весь наш знаменитый Fox News, который, опять же, разбирая все по слогам, ни один человек не заметил одну интересную штуку. Что никто, ни Крис Уоллес, ни Сюзан Пейдж не задали follow-up question. А как бы вы поступили по-другому? И когда... Что бы сделали вы? А, то есть, после выступления о том, что failure completely... Со стороны президента и администрации. Не спросили, а что бы вы сделали другое? Те мероприятия, которые они, так сказать, о своей программе говорили, Бен справедливо заметил. Но это, на самом деле, похоже на плагиат, о котором Байден хорошо знает. То есть, все, что мы сделали, они перечислили в своих, якобы, программах. Так вот, ты понимаешь, о чем я теперь говорю? Вот эти дебаты, они, прошу прощения, в задницу никому не нужны. Почему? Потому что до тех пор, пока не будут дебаты действительно обоюдо равными, то есть, действительно будут требовать ответа от одной стороны, от другой стороны. Именно требовать ответа, не уходить. Знаешь, вот самый главный вопрос, который задают Байден, и который категорически на него не отвечает. Так же, как, впрочем, и Кабал и Харрис. Ну да. А вы собираетесь упаковать в Верховный суд? И ты помнишь, во время одной встречи он говорит, вы знаете мое мнение в первый день после выборов, но если я сейчас скажу, то все заголовки ваших газет... Эй, эй, парень! Слышь, ты пытаешься занять самую большую должность в этом мире. Да. И нам, как избирателям, хотелось бы знать... Заранее. Да, потому что это вопрос довольно серьезный, это вопрос, который меняет, переворачивает страну. И нам хотелось бы знать заранее, что ты по этому поводу намерен делать. Но это же... И понимаешь, и они, 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 некоторые пишут журналюги, проститутки о том, что сможет ли Байден еще 25-26 дней, так сказать, продержаться и не отвечать. Эй, журналист, вонючий, твоя задача расколупать истину и рассказать народу, а не пытаться подыграть маразматику, которая в игры играет. То есть мы, как с законом, как с Обамой Кер, помнишь, Пелоси? Да. Мы должны принять закон, чтобы вы узнали, что в этом законе. Так же и Бидон. Ты помнишь, я клянусь тебе, я очень... В свое время я обожал играть в карты, я имею в виду в преферанс и в Дебертс. Ну, я водил такси, все это знают, которые меня знают. Я таксист, я любил играть в Дебертс. Так вот, у нас было такое известное выражение. Интересно, что же у тебя там есть? И тебе отвечали, а ты положи денежку, ты сейчас все узнаешь, я тебе все расскажу. Понимаешь, вот это, и каждый раз, когда я это слышу, для меня это вот, именно вот это значит. Абсурд, абсолютно абсурд. Сначала положите денежку. Абсурд. То есть он хочет стать президентом, а что он будет делать, вы узнаете потом, когда вы за меня проголосуете. Но это же абсурд. Ну, в каких еще выборах, скажите мне, номинанты пытаются пройти на какую-то должность, не объявив свою программу. Ну, это же демократы, у них же все, у них своя правда. Да. Продолжим буквально через несколько минут. Продолжаем нашу программу, и, как и обещал, примем телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Добрый. Ну, ребята, в общем, победа будет за Трампом. В течение сентября месяца, и вот начало октября, у меня много друзей, знакомых, которые были вроде демократически настроены на это. Сегодня они сказали, голосуем за Трампа. Вперед, все будет хорошо. И это правильно. Спасибо большое. Именно это и приводит лидеров демократической партии в состояние такой истерии полной. Уже не знают, что придумать. Все перепробовали. Хиллари заплатила деньги, заказали дезинформацию, пользовались услугами российского шпиона, который помогал им собирать эту лабуду. Попробовали, потратили 40 миллионов долларов, обогатили друзей своих, которые работали в команде Малера. Полторы штуки в час. Это же вообще. Да, причем, как становится известно, все они точно знали, что все это выдумка. Ручная запись Брэннона свидетельствует о том, что еще летом 2017 года и Обама, и Брэннон, и Коми все знали, что все это, это дезинформация из России, проплаченная Клинтом. И, тем не менее, они потратили 40 миллионов наших денег, на три года погрузили в пучину безумия всю страну, а Ленька Могилевский, бедный, так до сих пор ждет пари, импичмент пари. По-моему, уже слюду удивился, я так понимаю. Давно его не видно было. Вот. То есть, кто-то до сих пор еще по-прежнему уверен, что все именно так и было. Потому что, а потому что средства массовой информации об этом мочи, ну, во всяком случае, их источники, которыми они пользовались, где им рассказывали, где выходил тот же Брэнон, где выходил Клэпер, где выходил Шиф, и говорили, у нас есть неопровержимый Брэнон. Я не знаю, что они имеют на Трампа, но, скорее всего, там, он эссет. Да. Russian эссет. Да. То есть, Брэнон, который заведомо знал, что все это фальшивка, проплаченная Клинтоншей, и он выходил на экраны телевизоров, на нетворк и говорил о том, что Трамп является агентом Кремля. Ну, как... Вообще, господа демократы, вы хотели бы жить в такой стране? Вы хотели бы жить в стране, где тайная полиция определяет уклад вашей жизни, решает, кто будет вашим президентом? Они в это не верят, Сережа. Они в это не верят. Они считают, что вот это вот тук-тук-тук, это будет мимо них, что все вот это будет вот с такими, как ты, как я, там еще... Ну, то есть, вот те в семнадцатом году... Да, да. История, ты сам сказал, история учит только одно. Сердобольные, которые думали, что их не коснется, они же в первую очередь болтались на телеграфном фонарных столбах. Конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. И вот ситуация с этими адвокатами в Сент-Луисе, тому подтверждение уже вот современное. Вот, пожалуйста, учитесь. Нет, не хотят. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас, пожалуйста, в эфире. Алло. Добрый день. Добрый. Может быть, подскажете, что еще, кроме вашего радио, ну, фейсбук иногда немножко, где еще люди могут получать информацию, ну, по крайней мере, даже те же русские. Потому что очень сужено место получения информации. Огромное вам спасибо за работу. Спасибо. Да, и очень жалко, что вы очень классно придумали, чтобы помогать, довозить людей голосовать. Почему я в Бруклина, почему в Нью-Йорке Дэвидсон радио этого не придумали, не повторить, хотя бы. Потому что Дэвидсон радио, наоборот, уговаривает всех голосовать по почте. Поэтому они это не придумают. Да, и где еще люди могут получать информацию? Слишком зауженные. Ну, по-русски только у нас. Да, к сожалению, я... Спасибо большое за ваш звонок, спасибо за добрые слова. К сожалению, нет другого источника информации на русском языке, который бы освещал вам ситуацию так, как она есть. Нет, просто ее не существует, нет такого источника. Это к моему величайшему сожалению. Есть, единственное, что есть Леон Вайнштейн, блог. Нет, ну, это блог, да то же самое и у нас идет, и на Фейсбуке, и в Ютьюбе. А вот так, чтобы... Нет. Такого больше нет. Мы уникальны в своем роде. И за что, в общем, нас били не раз, и какими только последними словами не называли, и угрожали, и все, что хотите. Но где они, и где мы? Да. Вот. Вот это результат. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Анатолий. Добрый день. У меня приятница живет в Манхэттене. У нас с ней проходят постоянно дебаты. Она колеблющая, естественно, ее еще хуже, чем она. Секундочку, а вы кто? Вы Пенс или Камала Хэррис? Я Пенс, конечно. А, ну все. Я просто хотел уточнить. Я ведь-то не знала. Вы меня просто... Да, да. Не обижай. Не, это просто шутка была. И я ей объясняю, что если ты не пойдешь голосовать, то автоматически твой голос идет за Байдена. Да. Это ведь правда? Абсолютно. Абсолютно. Она вам сейчас хотела дозвониться из Манхэттена, но никак не могла дозвониться, чтобы услышать само это. И я сейчас ей опять перезвоню и попробую, чтобы она вам еще раз перезвонила. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Вы сказали, зачем это им нужно так врать и все. Им это очень нужно. Они спасают свою пятую точку. Ну да. Да. Абсолютно. Они ее оставили неприкрытой тогда, когда они понадеялись на выигрыш Хиллари Клинтона. Вот и все. Они действительно настолько... Я вот сейчас анализирую это идет. Они настолько были уверены в этом, что они оставили открытой свою пятую точку. Они оставили 140 мест в судах открытыми. Они вообще ничего не прикрывали. То есть до тех пор, пока Трамп уже не был оглашен победителем. Вот только тогда Лоретта 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 написала вот эту записку. Помнишь? Как бы говорить только правду, правду и ничего кроме правды. Как бы это бамы. Это была Сюзан Райс. Абин, прошу. Сюзан Райс. То есть вот эти вот все прикрывания уже были после того, как Трампа назначили. Поэтому... Но потом они еще попытались с помощью специального прокурора каким-то образом, так сказать, попытаться... Ну да, 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 да. То есть начали контрмеры принимать для того, чтобы скрыть... То есть они ничего не приступили до после выбора. До настолько были в себе уверены. Понимаешь? Поэтому, да, им сейчас это нужно. Жаль только, что правосудие не свершится. Подожди. Да, слушаем вас. Слушаем вас. О, вы говорите по-русски. Спасибо большое. Вы та подружка из Манхэттена, которая хотела бы услышать от нас. Да, да. Я понял. Как вас зовут? Спасибо. У меня вопрос такой. Я живу в Манхэттене. Так. Upper West Side. И я получила бюллетень по поводу голосования. Если я не определилась и не знаю, за кого голосовать, и если я вообще не пойду или не отправлю этот самый бюллетень, то как мой голос будет как-то засчитываться? Нет, он будет засчитан в пользу Байдена. Объясню почему. Если вы не определились, и вы не знаете, за кого голосовать, впишите имя своего просто кандидата вот из воздуха. Тогда никто не пройдет. Но ни в коем случае не оставляйте его открытым. Без внимания от этого бумаги. Скажите, подождите, а вот такой вариант, как пойти лично на избирательный участок, вы исключаете? Нет, я не исключаю. Все. Тогда идите на избирательный участок. Это будет гарантия от того, что ваш голос не попадет в корзину, какого-то из кандидатов, за которого вы не хотели бы голосовать. Просто впишите свой голос. Впишите свое имя, неважно кого. Вы имеете право голосовать за кого угодно, не обязательно за тех, которых вам предлагают. Но я бы на вашем месте все-таки сделал выбор. И сделал выбор бы правильный. Скажите... Ну, я понимаю, у меня много противоречий с одной стороны и с другой стороны. А можно узнать противоречия против? Что вас больше всего удерживает от подачи голоса в пользу Трампа, скажем? Просто ради интереса. Ну, я не знаю, я не совсем комфортно был с его предложениями, как он реагирует на некоторые политические факты, что происходит. И его связь непонятная с Путиным, которая тоже меня... Я из Москвы выехала давно, 40 лет назад мы приехали сюда. И уехали, потому что это было все настолько уже больше, чем... Ну, давайте попробуем по поводу Путина разобраться. Хотя бы один. Вот это очевидно... Ну, я не буду с вами разбираться в этой... Нет. Ну, к чему это, разбираться с человеком? Мы друг друга не знаем. Нет, нет, я просто хочу изложить какие-то факты, которые стали достоянием гласности, о которых вы, очевидно, еще не знаете. О чем? Какая... Что за гласность? Ну, вот вы говорите о связи с Путиным. Ну, во-первых... Да, да. Путин хороший. Он у меня... Он хороший человек. И то и все. Меня это страшно раздражало. А если вы уехали 40 лет... Комментарии были. Скажите. Если вы уехали 40 лет тому назад, откуда вы знаете, откуда у вас представление о Путине? Можно узнать? Потому что я уехал тоже 42 года тому назад. Кстати, я тоже жил в Вашингтон-Хайде. Мне не нужно иметь представление. Я знаю, что это подонок из подонков Путина. Окей. Я была в прошлом году в Москве. Мы с сыном и с его женой поехали на... У меня муж там умер много-много лет назад. Совсем молодым. И я знаю эту политику очень хорошо. Я читала... В свое время ходили, мы посещали закрытые клубы с друзьями. И хоть я была совсем молодая, мне было вообще... Ну, не важно. Не важно, да. Я знаю эту политику. Она отвратительная. Один хуже другого сменяет власть. А вы считаете, что... А то, что Путин негодяй, который в Германии мог убивать людей, то, что он... Да, да, да. Вы, конечно, и КГБ... Мне даже больше не нужно ничего. Вы абсолютно правы. И с вами никто на эту тему спорить не собирается. Все. А только Трамп его полюбил. Нет, а вот теперь скажите, а вот теперь скажите, а что на ваш взгляд более эффективно? Сказать, погрозить Путину пальчиком и сказать, ты парень очень плохой, мы с тобой, так сказать, смотри мне. Или перекрыть ему кислород, в частности, закрыть поток, Северный поток-2. Как вы думаете, что более эффективно? Я не знаю. Я не знаю. Я не хочу копаться в этом. Не хочу. Не хочу, я просто не понимаю связи такой, какая может быть между нашим миром в Америке. Это уже превратилось почти в Россию, и скоро превратится. И будь то Байден, будь то Трамп. Все запущено. Я разговариваю с приятелями. И у вас всех одно и то же мнение, посмотреть на все это за черных. И они не против черных, но нормальных людей, темнокожих, которые работают, которые стремятся учить своих детей. Но не за тех, которых поселяют рядом с моим домом на Вудсайд, два блока от меня, где апартменты стоят сумасшедшие деньги. И поселяют этих темных, которые выходят на участие. Вы скажите, пожалуйста, а кто их туда поселил? Секундочку. Секундочку. Я не хочу за Трампа, который тоже какие-то у него... Ой, ладно, все. Это длинная история. Зачем нам разговаривать на тему? Мы не знакомы друг с другом. Так это не важно. Телефонный разговор никому не нужен. Хорошо. Я хотела узнать, как. Спасибо, вы мне помогли. Спасибо вам. Всего доброго. Надеюсь, что вы все-таки определитесь. Вы больше склонны голосовать. Вы больше республиканской, чем вы думаете. За республиканцев, да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Вот эта женщина, жертва кремлевских этих каналов. Первый канал и так далее. Да, да, да. И не только кремлевских, а CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS. У нас есть Davidson Radio, у нас есть RTVI, Дождь. У нас достаточно есть, кроме без первого канала. Так что, да. А можно еще хочу сказать, что вот вы действительно единственным отставить лучшим в темном царстве. Но, тем не менее, и очень жаль, жаль, жалко того, что вы не ведете все свои передачи рано утром. И вот на Davidson Radio не все такие уж плохие. Вот у нас есть и Вадим Ерманиц, он вполне заслуживает внимания. И я предлагаю всем тем, кто живет в Нью-Йорке, обратив внимание на его передачу. Еще раз, пожалуйста, как его зовут? Вадим Ерманиц. Вадим Ерманиц. И еще и у нас есть Алексей Орлов. Ну, это не обсуждается. Это мне конкуренция. Спасибо, время поджимает. Спасибо, спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Говорите, пожалуйста. Да. Здравствуйте, Сергей Александрович. У меня такой вопрос к знатокам. А за сколько, какой процент от суммы, потраченной на расследование Мюллера, 19 адвокатов, вы бы поработали, чтобы сразу сказать, что это трэш? Я вообще задаром об этом говорил. Нам никто не платит. Причем мы это говорим еще до того, как появилась записка Брэннона почему-то. Так что мы правду продаем задаром. Да, ребята, еще хочу сказать. Вот эта женщина позвонила, ну, запутавшийся человек. С одной стороны она не хочет, чтобы рядом у нее были эти несчастные черные. Ну, они несчастны, но они такие, какие и есть. А с другой стороны она даже не знает, что уже все давно доказано, на стол положено. И еще все раскрыто, что никакой нет связи. А она еще думает, что он там на Лубянке сдает отчеты. Понимаешь? Что у людей в голове? Это просто... Сережа, я иногда думаю, ну, вы же получили какое-то среднее, извините, среднее советское образование. Я вам должен сказать, я не знаю, где вы живете, в Нью-Йорке или нет, но... Да, тем более, то есть вы знаете Нью-Йорк. Те, которые живут на Upper West Side, это совсем не бедные люди. Да, я знаю, да, знаю мне хорошо. Вот, поэтому проблема, знаете, в чем? Проблема в том, что мало того, что она не понимает, ее не интересует разобраться. Вот она знает то, что она знает, и больше она ничего слушать не хочет. Все. То есть настолько закрыто... Олег? Да. Ага. Я хотел добавить вам. Вот сейчас я гулял, с женой постоянно рассуждаем, да? К сожалению, не так все, как бы нам и хотелось. Ну, страна живет по-своему. Вопрос же всем, говорю, кто луч света слушает Чикагское. Вопрос не в Трампе. Вопрос не в Байдене, а вопрос в Муманте, куда страна пойдет. Конечно. Абсолютно. Возьмите, откройте. Вы приехали сюда, чтобы спасти своих детей, вашу мать, извините за выражение. И их мать тоже, между прочим, спасает. Да. А теперь вы, у которых дети выучились в университетах, приняли эту грязь на себя. Так? Вот это миролюбие лживое, живое. Это либерастию живую. Так? Вы теперь не знаете. Вы мучаетесь мыслями. Да вы почитайте, поднимите работы уж Ленина. Я не знаю, 52 тома вас же учили в институте. Они неподъемные. Это неподъемная вещь. Слушай. Слушай, это вообще, я просто даже не знаю. Все, 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 хватит. Я чувствую эмоции, переполняю. Спасибо огромное. Спасибо, Филадельфий. Спасибо. К сожалению, времени больше не остается. Спасибо, друзья мои. Всем хороших выходных. Берегите себя. Спасибо, Филадельфий. Спасибо, Филадельфий. Спасибо. Спасибо. Спасибо.